Мама собирается лезть на пальму. Там уже, конечно, староватые кокосы. Но тем не менее, лучше что-то, чем ничего. Вот так. А очень старый кокос пойдет на семена или на молочко. Тут ступеньку надо еще доделывать. Так не хочется, чтобы они в тебе упали и разбились? Они навряд ли разобьются. Ну ладно, они уже староваты. Они староваты. Быстрее, бери! Сейчас я буду поправлять ступенечку. Она здесь. У нас верхняя ступенька. Не доделай. Это, конечно, я не доделать. Опа! Разбился! Вот у нас здесь база номер один, можно так сказать, мы здесь питаемся, у нас здесь посуда, очаг, палатка, в которой я несколько раз спала и ни разу не промокла в ней и даже ни разу ее не порвало торнадо, ветер тут был, всякие штормы, ничего не произошло. Ну, торнадо, это объявляли, что будет торнадо, естественно, здесь это был слабый ветерок. Сегодня мы планируем на костре сварить зеленые бананы кардава. Надеюсь, получится, если дождя не будет. Зеленые бананы кардава очень похожи на картошку. Ну, это мы снимем потом. Очень большой вариант, потому что картошка здесь стоит очень больших денег. Очень больших это сколько? Ну, здесь, в Капутиане. В Капутиане 120. Даже так? 100-120. А на рынке я видела... А на рынке от 25? Нет, это совсем мелко горох. То, что нормально, 60 где-то, 40. Нормально 50. Много временной души мы. Ну, все, ковшик и ведро. Все как положено. Воду мы носим снизу, возле дороги есть колодец. Каза номер два. Здесь мы скрываемся от жары и я уже несколько раз ночевала. С помощью двух ребят русских мы сделали вот эту конструкцию. Это была идея Стёпы. Прямо использовать живой бамбук. Выбрали подходящие веточки, нагнули, сплели. В общем, получилась конструкция. Натянули сверху тент и там уже дальше получается укрытие. Мы сделали с Федей вот эту опорную стеночку, чтобы выровнять площадку для сна. И еще сзади от жары вот такие двевременные стены. Я научилась плести, меня сосед научил, отец Асера. Открывается лист пальмы и дальше идет плетение. Потом их вместе соединили, очень удобно. Защита от солнца, от дождя. Два вида бананов. Справа пилипита называется сорт. Слева кардава. Вот зеленые кардава, мы будем сегодня варить. Их варят и жарят. Что столько с ними не делают. Вообще их сырыми они не очень любят есть, но мы едим в основном сырыми. Очень вкусно из них делают суфле, они похожи на пюре с шоколадом или просто в блендере взбиваешь. Похоже на зефир, как в России продают. Он еще так застывает через какое-то время, через пять минут, превращается в зефир в суфле. А пилипита они такие сладкие, нежные. Из них они ничего не готовят, просто так едят. Это зеленые бананы кардава. Их отварили в кожуре, где-то минут 20-30 варится в небольшом количестве воды. В данном случае это на огне готовилось. По вкусу напоминает картошку вареную. Зеленый лук. Мы сейчас сделаем как по-русски с луком, с солью и растительным маслом. Еще бы укропчик туда порезать, но укроп здесь не растет. И вообще зелень здесь не растет толком. Мама полезна на пальму со страховкой. Я тебе сейчас научу как это делается. Вот ты где-то хочешь повиснуть и отдохнуть. Для этого ты делаешь вот так. Максимально вверх подтягиваем. И вот так и сделаем. Вот, к примеру, надо рубить ступеньку. Вот если здесь надо рубить ступеньку, то это надо висеть вот так. И рубить ступеньку здесь. А если мне надо рубить ступеньку слева, то значит надо перебираться каким-то образом вот с этой стороны пальмы. И рубить ступеньку здесь. Все это, конечно, с опытом приходит. Но мы пока только тренируемся. и рубить ступеньку. Давай, карабин надо закручивать. Ну все. Теперь будем пилить. Попробуем. co-па. Попробуем. Теперь будем пилить ступеньку. И рубить ступеньку. Попробуем подпилить ступеньку. И это уже вашихşa�ев. В dein yieldsамерке, и убить ступеньку. Тупеньку пробуем. Так это еще мешает. И отстать, как далеко? Ну вот, пришел мастер к нам на помощь. Он не вытерпел. Только летят щепки. Асер перерубил тут все пальмы, где только можно. Субтитры сделал DimaTorzok